Дорогие мои подписочники, всем привет! Я покушал. Обзор на всё моё лего! Как вам такое? Выбирайте. Любую полку, то есть выбирайте, я вам готов рассказать всё, что угодно. Дерево? Только не дерево, блядь! Не, только не дерево. И только не пираты, блядь! Не, не надо! Не надо! Да. Есть что-нибудь, что полегче достать? Что полегче достать, блядь? Все пишут дерево, ладно. Ладно, дерево. Сейчас покажу дерево, ладно. Сука, они спадают, блядь! Значит, дерево я объединил несколько наборов. Первый, кого я взял, бобр. Зацените, бобр, блядь. Бобрик. Чисто бобёр. Ну, такой прикольный. У него ласта вместо хвоста вот что-то хавает палку, видимо. Ну, короче, вот. Вы можете, кстати, оценить то, что оно начинает уже пылиться. Так, вот. Это очень опасно, кстати, я сейчас держу. Ну, вот, собственно, дерево. Сюжет такой, что семья приехала на пикник. И здесь они кушают. Здесь, ну, варят в котле еду. Также, ну, вот это вот то, что болтается, это просто пиздец, блядь. Я думаю, что оно сейчас оторвётся, нахуй. Идёт лесенка наверх. И тут вот так вот это производится. В этом наборе, в крутом, идут два вида листвы. Есть зелёные листва, а есть оранжевые листва. Я поставил оранжевую, потому что прикольно. Вот так вот эта шапка снимается. И кладётся сюда. И теперь в каждой комнате поднимается крыша. И зацените, вот зелёненькая здесь. И вот здесь вот зелёненькие грани, замечаете? Ну, это для того, чтобы понять, что там вообще, куда класть и всё такое. Вот, смотрите. Вот лесенка. Вот лесенка. Поднимаюсь вот так вот и иду вот сюда. Здесь открывается дверь. Здесь вот какие-то кустики. Вот куча пыли. И внутрь можно заглянуть. И это комната мамы с папой. Тут мама и папа живут. Вот у них тут кроватка для шпилевили. Окно, бинокль. Место, где, ну, типа, тут зеркало должно быть, да? Как будто на самом деле. Но его нету тут. Дальше. Бутылка, если сфокусируется нормально, но оно не сфокусируется. А, сфокусировалось. Вон, бутылка с кораблём. Это отсылка к набору, который у меня тоже есть. Вот к этому. Вот. Там дальше часы, расчёска, компас лежит. Потом, значит, шпилевили комнату. Можно закрыть. Потом, типа, они вот так вот по кругу обходят, обходят, обходят. И доходят вот досюда. Это тут bathroom. Bathroom, yes. То есть тут уже нормально. Унитазик есть, какать. Есть ванна мыться. И видите, синие детальки. Они, типа, олицетворяют воду. Есть опять там расчёски. Ну, для всякого такого пожилого флекса. Даже зелёная туалетная бумага есть. То есть лопухи срывают на природе. Вот. Но это очень детализированный вот именно внутри наборчик. Такой кайфовый. Так, потом. Потом это мы опять же закрываем. Но он у меня весь пылью покрылся, потому что он мне просто нравится. А, тут даже, смотрите, снаружи ванны. Это можно было бы не добавлять. Но снаружи ванны бочка есть. Вот она, видите, коричневая бочка. Типа в ней вода хранится. Ну, потому что как туда? Водопровод же не проведёшь на дерево. Хотя, наверное, если... Остр бы смог. Андрей Остр смог. Так, дальше, смотрите, это детская комната. То есть вот так вот происходит движение. Вот так идём, 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 идём. Вот в эту дверь заходим. Тут это подзорная труба, или как она называется. И вход. Если мы входим, смотрите, что тут есть. Кружечка. Там какой-то из этой красавицы и чудовища. Штука бинокли всякие. Этот, забыл, как эта штука, увеличительная штука называется. Потом вот здесь вот тоже шкафчики находятся всякие. И двухъярусная кровать. И в том числе здесь есть, типа, на верхнем этаже полочка для книжки. И если открыть, то тут даже, ну, типа, будет написано, типа, One's upon a time. Это так... Ну, русская вариация. Это в некотором царстве, в некотором государстве жил там Кощей Бессмертный. И правил он страной 20 плюс лет. Вот так вот. Ну, и там такое всё. Потом там пришёл Алёша Попович, сел в тюрьму. Ну, вот. Ну, вы знаете эту сказку, да? Вот. Вот такой вот получается, ну, супер хайповый набор реально. Так. Ну, а теперь мне его надо каким-то образом доставить обратно. А, ну, ещё. Всё. Вот это, это полка с кемпингом, потому что каждая машинка, которая здесь находится, она так или иначе, вот, связана с путешествиями на природу. Я в жизни на такие путешествия не очень люблю гонять. Я люблю там архитектуру смотреть и всё такое. А вот тут, ну, типа, вот возле речки ещё рыбачат. Это другой набор. Потом, вот, приехала машинка, да, она с прицепом тащит целый домик на колёсиках. Тоже хайповая тема. Ну, господа, мне теперь всё это на место ставить надо. Вы меня сами заставили. Так. Ещё секунду. Ну, всё, на сегодня с вас хватит. Это что, пюрешка? Да, как будто часы сломались. Ты столько мяса себе накладываешь? Нет. Это очень много. Тут как будто, ну, по весам написано, что здесь 60 грамм. Вот эти два кусочка. Нет, вот этот один большой я съем, а вот эти надо оставить. Я оставлю их. Принесаю, тут написано 60 грамм. Нет, не 60 грамм. Потому что они тонкие, потому что такие. Смотри. Нет, это 100% не 60 грамм. Ну, вот это 40 грамм. Не, не, не думаю. Не думаю, не думаю, не, 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 не. Ммм, пух, что ты сделала? А почему так вкусно? Охуеть. Я никогда не думал, что... Бук, это самое лучшее, что ты делала. Не, оно реально мягкое, сочное. А ты до этого делала не так, получалось. Что ты сделал? Ты что-то новое сделала? Ну, вы попробуйте, реально. Вы попробуйте. Охуеть. Я не знаю, очень вкусно. Я бы сейчас обжаровал бы все это мясо. Да, тут 100 грамм, короче. Ммм, нихуя. Клук, ты что-то сделала реально или нет? А дверь закроешь? Садитесь со мной жрать, потому что я должен сажать сейчас всю эту тарелку. Но я вообще в идеале должен после этого начать, ну, пойти гулять. Но я не буду этого делать. Не, я включаю видео... Ты через форточку пою. Да. Надо, господа, чтобы я шел и кислорода много потреблял. Спасибо, Пуксик. Вот, надо потреблять много кислорода, поэтому... Как это называется? У Андрея Остера в рулетке было, где... Где надо спортом заниматься, и девка говорит Веселее, веселее! И Андрюша... Вот так вот делал. Я хочу такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...